Приветствую вас и, конечно, вам нелегко. Вам нелегко сейчас, это безусловно понятно. Понимаете, какая есть тонкость в вашей ситуации, в вашей проблеме? Дело в том, что по сути ему Джина дает повод для ревности. Вы знаете, что она до сих пор ему звонит и пишет, и это в данном случае является самым сквером. То, что вы знаете, то вот она все равно звонит и пишет. И волей-неволей это вас унижает, волей-неволей вас это заставляет думать, что вы не единственная для своего мужа. И волей-неволей вы как-то сомневаетесь в том, а стоило ли прощать, например, его. Стоило ли прощать вашего мужа. И вы знаете, в этой ситуации, я бы вам для начала порекомендовал бы отталкиваться от того, чего вы для себя хотите. Смотрите, то есть смотрите, вопрос, простили ли вы своего мужа за измену. Были ли разобраны причины измены мужа? То есть почему изменил, как так получилось, что изменил, как муж относится к тому, что он вам изменил и так далее. То есть вот эти вот моменты, связанные с субъективной стороной того, как ваш муж воспринимает то, что произошло, то, что происходит. Вот эта вот субъективная сторона его отношения, она очень важна на самом-то деле. И видите ли, если ваш муж не раскаивается в том, что вы сделали, да? Если ваш муж не осознает, то то, что он сделал, является очень плохим, очень аморальным поступком, то, естественно, вы ревнуете, а было бы странно, если бы вы не ревновали. И поэтому первое, что нужно сделать, это выяснить, что же у вас с вашим мужем происходит. Почему он, например, вам изменяет, каковы причины его измены и так далее. Знаете ли вы их, разговаривали ли вы со своим мужем на эту тему, обсуждали ли вы это. Вот, знаете ли вы, что он думает, знаете ли вы, чего он хочет, понимаете ли вы, чего он хочет и так далее. Все вот эти вот важные аспекты, вам их нужно разобрать. Потому что, ну, у меня есть такое ощущение, что вы не слишком, то, вы не слишком хорошо в этих моментах отдаете себе отсчет. Собственно, далее, если все это между вами выяснено будет, если все между вами вот это будет понятно, то тогда причин для того, чтобы, значит, ревновать, у вас станет гораздо меньше. И вы приведете эти причины в плоскость, в плоскость, скажем так, в плоскость личную, личную плоскость. А пока у вас получается так, что постоянный раздражающий фактор, плюс нестабильность и так далее. То есть вы простили своего мужа, если простили, то, соответственно, как у вас это произошло, были ли какие-то условия того, что вы его простили, или вы простили его, ну, просто так. Вот. И так далее. То есть это, на самом деле, очень такой важный момент в том, что вот вы сделали. Далее. Понимаете ли вы, что ваш муж нашел в этой женщине? Отдаете ли вы себе в этом отсчет? Ну, и так далее. А дальше, хочу вам, ну, и напонять, как вы относитесь к своему мужу. Что это вот вы говорите. Я его ревнуют, да? Ревнуют, и почему? А эти потеряются? Не уверены в себе? Почему вы, как бы, как бы, переносите то, что делает вас мужчина в себя? Вы считаете, например, что это из-за вас? Вы считаете, что это, например, по причине вашей, скажем так, поведенческой модели мужчина вот так себя ведет? Если вы боитесь, то очень важно понять, чего вы боитесь, и почему вы этого боитесь. Вот. Если вы не уверены в себе, то, соответственно, вопрос, как бы, возникает, в чем именно вы не уверены в себе, и так далее. То есть, вот это все довольно важные аспекты, которые, на мой взгляд, на мой взгляд, эти аспекты нужно обязательно вам рассмотреть. Потому что пока, пока, ну вот, вообще непонятно, что у вас происходит с вашим мужем, что у вас, как бы, есть в отношениях, понимаете ли вы его, насколько вы его понимаете, и хотите ли вы исправить то, что, например, между вами произошло. Понимаете? То есть, что-то заключается именно в этом, в том, что вам нужно поработать над отношениями сейчас, поработать над тем, чтобы между вами и вашим мужем была налажена хорошая связь, чтобы у вас было понимание, чего хочет каждый из вас, и может ли каждый из вас дать другому то, что он хочет. Вот это вот, на самом деле, принципиально важный момент. То есть, этим, как бы, вы преследуете цель исключить для себя поводы для ревности, вообще, исключить для себя поводы для ревности, именно со стороны, значит, вашего мужа. И именно со стороны вашего мужа вы постараетесь исключить поводы для ревности. И когда, и если вы это сделаете, вам уже можно будет говорить о том, останется ли у вас в ревности или нет. Довольно банальный пример этого заключается в том, что, видите ли, вот, если, значит, ну, понимаете, пока вы видите и знаете, что его, 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 любовница звонит, такой-то вы не будете. Не говорю вопрос, а почему она звонит, почему ваш муж не пресечет ее звонки, почему вы терпите ее звонки, понимаете, почему вы, там, ну, не скажете ему, что либо она перестает звонить, либо я, там, от тебя ухаживаю и так далее, понимаете. То есть, если у вас какой-то элемент зависимости от вашего мужа и так далее, данный аспект необходимо прорабатывать. Потому что вот так по одному только вопросу и одному факту, что, значит, любовница звонит вашему мужу, ну, сложно, сложно как-то ответить однозначно этот вопрос. Ну, я полагаю, сначала отличаются все внешние факторы, потом работают с факторами внутренними, личностями вашими. То есть, это, значит, работа нас в тем почему вы ревнуете, причины вашей ревности. Значит, значит, обграничение своей ответственности... От ответственности мужа, то есть понимание того, где кончается ваша ответственность и где начинается его ответственность, это очень-очень важный момент, о котором обязательно нужно помнить. И это, скорее всего, работа над уверенностью в себе, потому что измена это очень сильно травмирующее событие, которое, безусловно, вас потрясло и вы, безусловно, не оседали того, что такое с вами произойдет. И я хочу, чтобы вы вот этот момент повторялись тоже для себя навигтировать, что измена – это очень серьезное событие. Это очень серьезное событие, которое подорвало привычный тип, привычную форму ваших отношений. И именно по этой причине, потому что ваша привычная форма отношений была подорвана, вам теперь нужно выстраивать заново отношения, если вы хотите сохранять свою семью. А для этого необходимо понять для начала, почему так произошло, что стала возможной такая ситуация, что, значит, вам изменить, вот, и ваша ли вообще ответственность в этом. Знаете, итак, сперва выясняем причины измены и подрабатываем их. Подговариваем с мужем, восстанавливаем доверие. Потом выясняем причину, по которой звонит эта женщина, устраняем поводы для ревности. И вообще убеждаемся в том, что мужчина хочет устранить поводы для ревности ваших. То есть, заботится о вас, о том, чтобы вы были спокойны. Далее, если все это сделано, то, соответственно, уже работаем с вами над вашей уверенностью, над вашими страхами, может быть, и так далее. Если на каком-то из этих этапов со стороны мужа появится отрицательная реакция, ну, это означает, к сожалению, только то, что мужчина недостаточно сильно заинтересован в том, чтобы быть в отношении с вами. И в этой ситуации, при таком раскладе, можно говорить о том, что вы его интересуете, ну, скажем так, в меньшей степени. И тут уже вам нужно решать, готовы ли вы жить вот в такой нестабильной относительной обстановке, когда мужчина может вам изменить. Не в любой момент, но может. Или вы все-таки хотите более деставрительных отношений и более ориентированного на себя мужчину. Вот. Поэтому все. Надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Если у вас остались вопросы ко мне, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Желаю вам всего доброго и удачи!